Всем привет, ребята, вы на канале Софи Ларсен, и сегодня у нас будет видео про мои летние аутфиты. На самом деле, мне кажется, я немного опоздала с этим трендом, потому что, как-никак, уже прошла половина лета, но тем не менее, мне не остановительно такое видео, потому что уж очень загорелось снять такое. Как раз-таки пришли все мои летние вещи, поэтому, мне кажется, это будет довольно-таки интересно, а я вам покажу все аутфиты, скажу, какая вещь откуда, и также, какой на мне размер. Мне кажется, это будет довольно-таки интересно. В принципе, вообще, знаете, в Киеве сейчас довольно-таки проблематично с вещами, потому что просто пойти в торговые центры и что-то купить, это уже трудно, потому что большинство магазинов закрыты. Поэтому мне приходилось всё заказывать с сайтов, через байеров и так далее. Поэтому пока я дождалась, когда придут все мои вещи, это заняло довольно-таки много времени. Но теперь мы можем начинать снимать наше видео. Поехали! Итак, ребята, вот мой первый лук. На самом деле он идеально подходит на такую погоду, что сейчас, потому что сейчас у нас 20 градусов и моросит дождь, довольно-таки прохладно. Но, если честно, такую погоду просто обожаю. И поэтому лук у нас тоже, знаете, такой немножечко утеплённый. Футболка идиота Михельфигер в размере L, потому что я люблю футболки, чтобы они были, знаете, прям оверсайз, не сильно такие, знаете, зауженные. Поэтому мне идеально подошёл размер L. А также серая кофточка из Stradivarius в размере M. И джинсы также из Stradivarius в размере 38. На самом деле они на меня немного большие. И также кроссовки The North Face у меня 40-й размер, да. И также из украшений я постоянно с собой ношу этот кулон, потому что мне он просто, ну, невероятно нравится. И поэтому, честно, я этот кулон просто, ну, невероятно обожаю. Вот так вот он смотрится в зеркале. На самом деле я его просто обожаю, поэтому он для меня просто самый любимый. И также, мне кажется, сюда неплохо вписываются эти кроссовки. Поэтому просто обожаю этот аутфит. Ну что ж, ребята, вот именно мой второй аутфит, если честно. Я думаю, уже все видели это платье в ТикТоке, потому что оно очень популярное, оно от Zara. И поэтому я решила, что тоже должна его купить. Как раз-таки сегодня мне оно пришло, и я его уже сегодня успела забрать. На мне размер S, и на мой рост метр семьдесят, мне кажется, оно идеальное, что по длине, что вообще, что вообще, в принципе. Многие писали, что, в принципе, оно для более низких девочек и так далее. Но если честно, вот на средний рост это абсолютно нормально. Ну и, конечно же, самая главная фишка — это спина. Потому что спина здесь просто, ну, невероятная. И поэтому, если честно, я просто невероятно довольна. У него очень хороший состав, и просто мне безумно нравится, как он смотрится. Так, я сегодня только его забрала, точнее, даже только сейчас. И еще не успела погладить, то оно еще немного мятое, но это я скоро исправлю. И, если честно, опять же, мне оно так нравится, ребят. Это просто, ну, невероятная красота, если честно. Я просто влюбилась в это платье, потому что в действительности оно просто, ну, невероятно красивое. И так, ребят, также я очень сильно люблю именно вот такой вот аутфит. Если честно, мне кажется, на лето это мой один из самых любимых. Все, знаете, так смотрится как комплектом, что ли. Поэтому мне это, в принципе, нравится. В общем, я, на самом деле, такой человек, который любит очень минималистические вещи, в принципе. И знаете, чтобы они были такие, как на повседневную жизнь, вот. И получается любой вот такой вот простой, кажется, как аутфит, может дополнить какими-то аксессуарами, украшениями и так далее. То есть, к примеру, я уже добавляю сумку, белыми кроссовками сочетаются и очень даже неплохо все выглядит. В общем, футболка именно от Levi's, шорты House. И, знаете, они очень так похожи по цвету, совсем немного отличаются. И со стороны смотрятся как комплект. То есть, мне такое очень нравится. Сумка ГС и также, опять же, украшения. То есть, знаете, мне кажется, для меня это, опять же, такое, одно из самых главных. Футболка у меня тоже в размере L. И шорты у меня в размере XS. В каждом магазине у меня разные размеры. И какая-то вещь мне может понравиться в более маленьком размере, какая-то вещь в более большом и так далее. Поэтому тут все зависит от модели и также от самого магазина. Вот как аутфит смотрится со стороны в зеркале. На самом деле, опять же, мне очень нравится, знаете, потому что он такой более напоминает городской вариант. И навязчивый, минималистический, то есть все, как я люблю. И также я сюда добавила уже рюкзачок от Victoria's Secret. У нас идут акцент как раз-таки часы и рюкзачок пойдут в одном тоне. И поэтому, мне кажется, все очень даже неплохо. Следующий аутфит, на самом деле, он тоже идет на более прохладные дни. Но, если честно, я его просто всей душой обожаю, потому что я очень люблю это сочетание. Это идет кофта из Stradivarius в размере M. И также теннисная юбка из Бершки в размере S. И, опять же, мы все можем дополнять. То есть, на самом деле, я, опять же, все луки, чтобы они казались более разные, меняю какие-то детали. Могу надеять юбку и также просто какую-то кофточку другую. Или же просто другие аксессуары. К примеру, поменять сумку на рюкзак. Вот Victoria's Secret, к примеру. И так далее. То есть, здесь все зависит от того, насколько по-разному будут смотреться детали. В зеркале, на самом деле, мне тоже очень нравится, как вообще смотрится этот аутфит. Если честно, я этим аутфитом уж больно довольна. И я его ношу довольно-таки часто в прохладное время, опять же. И вот наш следующий аутфит. На самом деле, я тоже его довольно-таки часто ношу. Эти джинсы идут из Бершки в 36-м размере. Волка Champion LK. Также сумочка Victoria's Secret. Я ее обычно ношу на плече. И мне в действительности нравится, как смотрится вообще этот аутфит. Знаете, такой максимально, опять же, городской, минималистический. И все-таки я люблю. Мне, честно, он тоже нравится. Я тоже его довольно-таки часто ношу. Из аксессуаров, опять же, я добавила сумочку от Victoria's Secret. На самом деле, она поясная. Мне очень нравится носить ее именно на плече. И поэтому сегодня я вам показала 5 своих самых любимых аутфитов. Конечно, я еще добавляю какую-то одежду, ношу разную и так далее. Но на самом деле, такие, знаете, 5 моих самых любимых луков, которые я ношу довольно-таки часто. И что самое хорошее, вся эта одежда довольно-таки хорошо сочетается между собой. Опять же, можно менять кофточки, джинсы и так далее. И все будет смотреться очень даже разнообразно. Поэтому, если честно, я даже очень довольна этим видео. Также хочу показать вблизи все свои украшения. В принципе, это такие, все знаете, такие самые базовые вещи, которые я ношу довольно-таки часто. Это, опять же, самый знаменитый кулон, который я показываю просто в каждом видео, мне кажется. Именно с моим знаком зодиака. Также мои любимые часы. Я их тоже постоянно надеваю. И также сережечки от Toe's. Мне они очень нравятся. И просто, они, знаете, очень красиво смотрятся везде. Поэтому я их просто обожаю. Они идут с маленьким мишкой. И, честно, мне такое просто безумно нравится. Рюкзакам и сумкам. Это просто мои любимчики. Конечно же, розовый рюкзак от Victoria's Secret. Знаете, хоть он и маленький, и компактный, но очень вместительный. И я его ношу очень часто видеть с собой. То есть, сюда помещается даже мой ежедневник. Поэтому это уже огромный плюс. И в действительности сюда помещается очень много всего. Также поясная сумка, опять же, Victoria's Secret. Я ее ношу тоже довольно-таки часто, потому что она тоже очень вместительная. И, знаете, я ее просто обожаю. Вот и все одним словом. И я ее очень часто использовала в путешествиях, потому что очень удобно сюда складывать все паспорта и так далее. Сейчас я использую ее для прогулок и надеваю просто на плечок. Кстати, это безумно удобно. И также третья сумка от ГЭС. Она идет, если честно, не особо удобная и не особо практичная. Я, если честно, увидела, что она не закрывается именно на молнию после того, как я ее уже купила. И, если честно, меня это очень расстроило. Сюда особо ничего не положишь. И, в принципе, не могу сказать, что она просто супер вместительная. Поэтому что есть, то есть. Но она очень красиво смотрится на фотографиях. И, в принципе, на какие-то не сильно дальние прогулки она довольно-таки неплохая. Покажу заодно свои самые любимые духи на данный момент. Первый, конечно же, это Нист от Виктории Сикри с запахом ванили и кашемира. На самом деле он максимально теплый и сладкий. Поэтому, если честно, я его за это и люблю. Первый Сикри с запахом Love Spell. Это цветение вишни и свежий персик. Очень фруктовый и такой летний аромат. Вот в летнее время я его очень часто использую. Также духи от Moschino на самом деле это духи для волос. Но я их использую как обычные духи, потому что, мне кажется, они ничем не отличаются. Духи от Gelen это линейка Aqua Ligoria. Запах мандарин и базилик. Очень цитрусовый и свежий аромат. Также последние духи, которые я хочу показать, идут именно от Givenchy. Я их настолько сильно люблю, ребята, что вы просто не представляете. И, знаете, такой многогранный запах. И тяжело сказать свежие они или сладкие. Но я просто их невероятно люблю. Ну, на этом было все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами была ваша Сфи Ларис. До новых встреч. Пока-пока.